Интернет-ресурс Мегаотзор.ком Сегодня представляет обзор роутера Wi-Fi TP-Link 3040 В комплекте есть диск, инструкция по сборке, гарантия. Это компактный роутер, который скорее будет похож на мобильный телефон. У него размеры. В комплекте также идет зарядная устройка USB белая. У USB кабель также белый USB на microUSB. Это, кстати, большой плюс. Проблем с подбором и зарядкой на дороге не будет. И также патч-корд. Здесь, кстати, это одно из первых устройств сетевых, которые соответствуют и сам цвет устройства и патч-корд. подбором. Так, сейчас. Посмотрим на само устройство. Оно такой, на пахнутых размерах. Поставилось вполне с телефона. То есть телефон даже больше получается. Ну, толщинить чуть-чуть побольше. В комплекте идет... Крышка вот скрывает батарейку. Здесь используется батарейка TP-Link. То есть, к сожалению, этот формат не распространен. Можно заказать только на eBay. Стоимость 500 рублей на аккумулятор. Большой минус этого устройства. Здесь вот написан пароль. IP и MAC-адрес. И название по-молчанию. И она незащищенная. То есть, когда вы начнете пользоваться, первым, что стоит сделать, это включить защиту. Это можно через быстрый установщик. В целом, нареканий к этому устройству нет. Она дизайн стильненький. Так, сейчас посмотрим, какие имеют у нас парты. Крышка плотно защелкивается. Имеется LAN-порт. То есть, можно подключать и компьютер, и можно подключать кабельный интернет. Есть USB-порт. Сюда подключаем или модем, или, например, можно зарядить телефон в дороге. То есть, за счет аккумуляторов вполне возможно одна, один цикл заряд. На лицевой упаковке перемещен логотип производителя. И вот небольшой индикатор. Здесь интернет, Wi-Fi, подключение по локальности и включение. То есть, при включении, сейчас обром включим. Так. Подключаем модем. Поддержка 4G модемов появилась только после перепрошивки. То есть, включается, загорается индикатор. Через короткое время подключается Wi-Fi сеть и начинает работать модем. Сейчас мы дождемся. Красный сигнал символизирует после завершения зарядки. То есть, мы его протестировали уже сегодня в течение нескольких часов. Он требует зарядки. Здесь имеется microUSB и здесь идет заряд. То есть, заряжать можно и из розетки, и с ноутбук, и с компьютера. Все. Вот Wi-Fi сеть появилась. Сейчас мы на телефоне посмотрим. Так. Включаем телефон. Так. Смотрим доступные Wi-Fi сети. Здесь наши сети Megazor.test сразу подключены. Максимальная скорость здесь спускного канала 150 Мбитс. Ну и все. Теперь сами испытания. Сейчас мы находимся в районе цельного храма, это центр Новосовеста в районе города Казани. Протестируем скорость интернета на программе Спецтест. Сейчас мы находимся в районе моста Миллениум. Этот мост объединяет две части Казани. Тестируем скорость. Здесь пинка чуть-чуть побольше сам в районе 7-100. Это, наверное, все связано или с покрытием, или с тем, что мы находимся в движении. Так, скорость 1,8 мегабайт в мегабит в секунду. Проверим скорость в районе парка Горького. Так, здесь уже пинка восстановилась, 73, то есть недалеко от моста Миллениум. Вероятно, всего это просто из того, что были в дороге. 3 мегабита в секунду. Так, сейчас мы замеряем скорость на проспекте Победа. Это Приложский район, ПИНК-84. Скорость скачивания. Скорость скачивания у нас 9-100. Так, сейчас мы тестируем скорость возле объекта универсиады. Здесь будет играть в теннис, в волейбол. Так, ПИНК-64. Скорость у нас получается 10 мегабит в секунду. Так, мы сейчас находимся в районе спуска танкового училища. ПИНК-87. Мы стоим пока в пробке. И скорость получения у нас 30 мегабит в секунду. Так, теперь мы снимаем возле танкового училища. ПИНК-86. И скорость, 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 скорость у нас падающая 3 мегабита в секунду. Чуть-чуть просел скорость. Мы на улице Павлюхина рядом с филармонией. Проверяем ПИНК-77. Скорость. Скорость, судя по всему, возросла. Хотя нет. Так, нужно на низкую нему. Скорость 1 мегабита. Так, мы подъезжаем к центру. Здесь справа, слева, у нас озеро Кабан. Замерим здесь ПИНК-63. Вот, скорость возросла. Кстати, это я переводкнул модем. Судя по всему, на этом устройстве ТП-ЛИНК-3040 при потере 4G также модем переходит в 3G и обратно уже потом при пивлении с теней приходится. Продолжаем наш тест. Сейчас мы находимся на улице Баумана, Казанская. ПИНК у нас 726. И скорость получения данных 4,5 мегабита. Судя по всему, опять модем перешел в сеть 3G. Я не могу только сказать, это из-за проблемы роутера или особенности самого модема. Но, насколько я знаю, такая проблема существует. И, вероятность всего, это все-таки именно проблема оборудования самого сотого оператора. Так, я еще раз переводкнул модем. Посмотрим, есть ли изменения. Все, 3 ПИНК. Сейчас мы на улице Бутлерово. Здесь я когда-то недавно учился студенту. Время еще такие даже скорости 8 мегабит в секунду. Оказались заоблачными. Это время телефонных провайдеров с пищащими модемами. Так, все. Скорость здесь 8 мегабит в секунду. Чуть-чуть поднялась. Вероятнее всего, это было не из-за момента. Мы едем в сторону Казанского Кремля. Замеряем еще раз скорость. ПИНК 60. В среднем ПИНК в показании держится где-то на уровне 40-100. Это вполне хватает для онлайн-игр. Ну и, конечно же, выполнение повседневных задач типа интернет-серфинга. Там, в социальной сети, работа в интернете. Скорость здесь чуть-чуть поднялась. 9 мегабит справа Казанский Кремль. Запускаю. Спускаемся ниже. Спинг у нас 55 стал. Скорость также держится на высоком уровне. Это, кстати, неудивительно. Странно бы, если здесь скорость проседала. Мы проезжаем еще одну дамбу не так давно. Это был Мост Миленим. Сейчас еще одна транспортная дамба. Она соединяет две части Казани, разделяемой рекой Казан. Проверяем скорость. Винг 179 на этой дамбе. Скорость у нас... Сейчас мы едем в сторону Кировского района Казани. Это выезд из города Казань в сторону Москвы. Замеряем скорость на окраинах и подведем итоги нашего тестирования и пылевых испытаний. Всю скорость возросла. Пинг 52. Скорость 9,1 мегабитсекунд. Едем дальше. Экипаж мегабзор.ком. Все ближе и ближе к выезду из Казани в сторону Сарана Кировского района на трассу М7. Проверим скорость. Пинг 66. Здесь скорость уже, судя по всему, незначительно просядет. Так, мы продолжаем наш тест. Полевой ТП-ЛИНК 3040. Выезжаем из Казани. Замерим скорость здесь. Ниссана должна по логике уже снизиться. ТП-ЛИНК 708. Хотя нет, скорость, смотрите, держится. На этом у нас дойдет до отметки 5 мегабитсекунд. Нет, все-таки не дошло. 4,5 мегабитсекунды на выезде из Казани. Приезжаем по трассе М7 в сторону Москвы. Это последняя точка. Пинг 64. Это уже граница Казани. Скорость уже упала. 1 мегабитсекунда. Ну, даже этого 1 мегабита для использования на телефон вполне достаточно. Что могу сказать по самому роутеру. Работает он исправно. Никаких проблем и сбоев не обнаружено. Но самому производителю есть куда стремиться. То есть, вы могли видеть, в некоторых участках у нас терялся сигнал 4G. И было отмечено переключение на 3G. И, как следствие, уменьшение общей скорости соединения. Но сам роутер никак не сигнализирует об этом. То есть, здесь вполне была бы уместна еще пятая иконка с изображением активного канала 4G. Ну и, конечно же, и нету здесь, к сожалению, и индикатора уровня сигнала. Индикатора примерно уровня заряда батареи. Ну, устройство за 1400-1500 рублей. Вполне хорошо укомплектовано. Будем следить дальше за развитием этой линейки. Хочется верить, что появятся более продвинутые модели. Устройство востребованное. И вполне может занять свое место и как у автомобиля, так и в сумке, в кармане. Как видите, размер у него компактный. Устройство получает награду. Хит выбора редакции mega-обзор.com С теми пометками, которые я отметил ранее. То есть, мы эти моменты отметим также и статье. В целом, наша поездка заняла примерно 6-7 часов по городу Казани. Мы посетили наиболее популярные места. Но изначально мы планировали провести тест. И как по замеру пинга и скорости, так и по скорости закачки файлов. С остановками, выходами из машины. Но, к сожалению, не спортилась погода. И пришлось провести тест. ТП-линка 30-40 уже в автомобиле. Остановившись только один раз. То есть, погода плохая. Везде грязь. К сожалению, пока невозможно. Но мы, если эта тема будет вам интересна, мы можем провести более детальный тест. Как самого роутера, так и в связке с модемом. Отметить. Заполнить карту точками и данными по скорости. Также вы можете сами отмечать в комментариях наиболее проблемные места. Мы их будем посещать, замерять. То есть, если будет интерес в комментариях, мы продолжим обзор этого устройства. И в целом оценки уровня покрытия 4G на примере города Казани. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на наш канал.